МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суспрашивается та загадка, которая непременно должна быть в каждой женщине. Существуют разные способы избежать появления морщин. Первое – закупить дорогих кремов. Второе – обратиться к пластическому хирургу. Однако есть способ, который наиболее дешевый и абсолютно эффективный. В этом зале собрались не просто женщины, а любительницы фитнеса. Да не простого, а лицевого. По три раза в неделю они ходят на фейсформинг или зарядку для лица. Оказывается, его мышцы можно развить и держать в тонусе точно так же, как мышцы ягодиц, пресса, ног и рук. А все благодаря обычным упражнениям. Когда мы работаем с мышцами лица, то мышца рабочая вырабатывает в 7 раз больше кислорода и в 3 раза больше питательных веществ по сравнению с нерабочей мышцей. За счет собственного кровообращения мы процесс этот улучшаем. Улучшить процесс кровообращения на лице и мы не прочь. Кстати, первые занятия лучше делать под присмотром инструктора, чтобы не наделать новых морщин. Как и на любом спортивном занятии, в начале идет разминка. Находим и надавливаем активные точки на лице. Это позволит снять напряжение и улучшить кровообращение. Прям пальчик хочет остановиться там. И нажимаем 4 раза прямо вот до кости. Раз, два, три, четыре. Дальше спускаемся, третий глаз. И давим 4 раза тоже. Раз, два, три, четыре. После разминки приступаем качать мышцы лба, прищипывать брови. Кстати, их рост после этого увеличивается. И, конечно же, не обходим стороной глаза. Эти упражнения не просто освежают контур ясных очей, но и улучшают зрение. Поставили пальчик. И начинаем поднимать веко вверх. А пальчик стоит на месте. Не дает подняться веку вверх. Поднимаем веко. Раз, два, три, четыре. Исторически известно, что фейсформинг появился достаточно романтично. Систему упражнений придумал пластический хирург Рейдхальд Бёрдс. Музой и первой женщиной, испытавшей на себе эффект, стала его возлюбленная балерина Ева Хоффман. Официально о методе было заявлено в 1930 году. Существует мнение, что такие упражнения делала сама Клеопатра. Интересно, у нее также мышцы лица уставали. Благодаря фейсформингу можно приподнять брови, уменьшить мешки и морщины под глазами, убрать лишний подбородок, смягчить носогубные складки, сделать кожу более эластичной и бархатистой, вернуть лицу приятный здоровый цвет. Нина, посетив всего два месяца тренировок, эффекту Нина радуется. У меня века подтянулась, у меня вот эти проблемы на места ушли. Но, опять же, повторюсь, это не для линии. То есть, если вы хотите красивое лицо, этим надо заниматься регулярно. Все вы верно, Нина, говорите, любой спорт любит регулярности. А фейсформинг – самый настоящий спорт. Мышцы он укрепляет, кожу в тонус приводит и настроение улучшает. А главное, доступен женщинам любого статуса и возраста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова